Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем читать 15 главу этой книги, в которой всего 35 стихов. В этой главе описывается начало второго нападения на Иова, во время которого каждый из друзей с новыми силами и с не меньшим, чем прежде, неистовством выдвигают ему обвинения. Для нас, естественно, ценить собственное мнение и твердо его отстаивать. Отказываемся же мы от него с большим трудом. И здесь Элифас не отступает от принципов, на основании которых обвинял Иова. И, первое, упрекает его в том, что он оправдывал себя и несправедливо приписывает ему множество пороков, которые якобы вытекают отсюда, с первого по тринадцатый стих. Второе. Элифас старается убедить Иова в необходимости признать свое бесчестие и смириться перед Богом. С четырнадцатого по шестнадцатый стих. Третье. Он читает ему длинную лекцию о плачевном состоянии нечестивцев, которые ожесточили свое сердце против Бога и для которых приготовлены суды. С семнадцатого по тридцать пятый стих. Весьма полезными представляются прозвучавшие из уст Элифаса обличения, ибо они понятны, и учение, ибо оно здраво, но ни то, ни другое неприменимо к Иову. То есть экзегеты христианские обращают внимание на то, что в речах его друзей очень много полезного, ценного. Но то, что они во всех таких недостатках обвиняют Иова, вот в этом случае они не правы. Поэтому мы с одинаковым интересом изучаем и то, что говорит сам Иов, и то, что говорят его просвещенные друзья, понимая, что в оценке Иова они все-таки ошибаются. Они хотят понять, почему, за что Бог послал этому человеку такие испытания, такие трудности. Никто из них даже близко ни с чем с таким не сталкивался. И хотя они говорят верные вещи, но они не понимают замысла Бога. Бог посылает что-либо ни за что-то, хотя такое тоже бывает, но для чего-то. В случае с Иовом Бог все это попустил ему, чтобы усовершенствовать его и сделать великой душою, великим человеком. Итак, первый раздел с 1 по 13 стих здесь, в 15 главе, упрекает его в том, что он оправдывал себя и несправедливо приписывает ему множество пороков, которые якобы вытекают отсюда. И это делает Елифас, фимонитянин. И мы читаем. «И отвечал Елифас, фимонитянин, и сказал, станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы. Да, ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу, нечестие твое настроило так уста твои, ты избрал язык лукавых». Вот здесь мы видим, что Елифас не понимает, почему Иов может так дерзко обращаться к Богу. Особенно, когда Иов говорит, я буду спрашивать, а ты отвечай, обращаясь к Богу, это могло бы покоробить этого друга Иова. Люди не всегда понимают, что между Богом и Его избранниками иногда выстраиваются очень доверительные отношения. и оценивая эти отношения со своей точкой зрения, значительно заниженной, чем состояние духовного человека, они видят в этом что-то даже богохульное. «Тебя», 6 стих и далее, «Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?» Здесь этот человек, Елифас, он говорит, и до тебя жили люди. И это подразумевает, и после тебя будут жить люди. И вот холмы, они более древние, чем люди на земле. «Почему мы должны соглашаться с тобою? Чем ты лучше всех остальных? Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость?» То, значит, совет Божий ты слышал. То есть имеется в виду, ты разве знаешь волю Бога, почему он так действует? Совет – это и судебная палата в понимании древних. «Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего бы не было и у нас? И седовласый, и старец есть между нами днями, превышающие отца твоего? Разве малость для тебя – утешение Божие, и это неизвестно тебе?» Здесь он выговаривает Иову за то, что они пришли к нему, они утешают его, и в этом как бы милость Божия к нему. «Разве малость для тебя – утешение Божие, и это неизвестно тебе?» Он как бы говорит, мы вот перед тобой сидим, Бог нас вдохновил прийти к тебе и утешать тебя. «К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь, что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи?» И вот очень интересное объяснение предлагает нам святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский. Он пишет, это его книга «Морали на книгу Иова». Мы уже неоднократно говорили, что благословенный Иов олицетворяет Святую Вселенскую Церковь, и что его друзья выступают перед нами в подобии еретиков, которые, как это было, под предлогом защиты Господа ищут случая для пустословия и говорят оскорбительные слова против хороших людей. Им все неприятно, что думает верующий, как если бы его мысли были произнесены на ветер, потому теперь они говорят, станет ли мудрый отвечать, как будто говоря на ветер. Они не считают слова хорошего человека высказанными со смыслом, но воспринимают их как пример безумия, потому он добавил, и заполнит ли свой живот жаром в этих вещах, которые они хотят сказать путем оскорбления, они как бы склоняются в вежливости, чтобы смягчить их, как уже было сказано, якобы для того, чтобы защитить Господа. Действительно, еретикам бывает свойственно возмущаться от имени Бога, когда они выговаривают представителям Церкви Божьей, слугам Божьим, обычным прихожанам, какие-то претензии, они говорят, «Разве Бог это потерпит? Разве Бог с этим согласится? А где Бог повелел это сделать, это сделать?» И так далее. А также святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, пишет, «Очень часто, когда праведники страдают от каких-либо бед, они вынуждены признаваться в своих хороших делах, как и благословенный Иов сделал после того, как его праведная жизнь подверглась ударам». Здесь святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, хочет объяснить, а почему Иов иногда говорит о себе, что он не самый плохой человек. И святитель Григорий показывает, это не бахвальство, он должен так поступать, потому что Иова обвиняют, но он-то Иов на стороне Бога, но когда неправедные слышат их изречение, то есть тех святых, которые как бы оправдываются, они думают, что они произнесены в самовозвышение, а не в истине, ибо они взвешивают слова праведного своими чувствами. И не думают, что хорошие слова можно сказать «смирение духа», ибо это великий грех, если человек приписывает себе то, что не существует, но это вообще не грех, если он говорит со смирением о том хорошем, что действительно есть в его жизни. Отсюда часто бывает, что праведные и неправедные произносят похожие слова, но поскольку их сердца всегда не похожи и сильно отличаются те же самые высказывания, за которые Господь карает неправедных, Он дарует милость праведным. То есть праведный человек, если он говорит о чем-то хорошем в своей жизни, он говорит с благодарностью Богу. Он может сказать «Да, я блудил, но вот милостью Божией пребываю в целомудрии, да, я был пьяницей, да, я был наркоманом» и так далее, и так далее. И это не похвала самого себя, это свидетельство о тех переменах, которые именно от Бога могут произойти в нашей жизни. Далее, с 14 по 16 стих, Иллифас старается убедить Иова в необходимости признать свое бесчестие и смириться перед Богом. Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Ведь он, то есть Бог, и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. И вот епископ Ириней Орда пишет, во второй речи своей Иллифас с новой настойчивостью опровергает оправдание Иова и признает слова его неосновательными и даже противными Богу, предполагая, что Иов считает самую молитву излишнюю, он хочет обличить Иова его собственными словами в лицемерии, гордости, так как Иов приписывает себе мудрость и опытность старцев, и забывая о том, что перед Богом никто не может считаться чистым, считает себя праведным. Но Иллифас противопоставляет свидетельствам Иова древнюю песнь предков, отличавшихся и долголетием, и опытностью, и утверждавших, что жизнь нечестивого подвержена постоянно страху, и кончина его ужасна, именно вследствие превознесения его пред Богом. Вот здесь епископ Ириней Орда он обращает внимание на то, что правильно в словах Иллифаза и на то, что надумано в словах Иллифаза, так как мы знаем, что правда, она все равно на стороне Иова. И вот очень интересное объяснение диакона Олимпиадора Александрийского, это уже древний христианский экзегет, кто, будучи человеком, говорит он, Иов, здесь отсылка к книге Иова, но к речи Иллифаза, может быть непорочным или утверждать, что он праведник. Ведь если весьма святые, будь то ангелы или люди, и сама чистота небес в сравнении с чистотой Бога нечисты, что тогда сказать о скверном и нечистом человеке, который упивается беззаконием, словно вином? Он сказал так, поскольку люди грешат по своему произволению, и слова он и святым своим не доверяет, можно понимать так, и сами ангелы подвержены изменению по природе, так что некоторые из них не спадают из своего состояния, а небеса нечисты, потому что они часто бывают скрыты облаками. Конец цитаты. И действительно, еще псалмопевец Давид говорил в 50-й псалом, 7-й стих, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А вот что писал апостол Павел в послании к римлянам, 3-я глава с 10-го по 25-й стих, «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом он познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Здесь мы видим, что и Ветхий Завет, и Новый Завет соглашаются с тем, что все лишены славы Божией в глазах Божественной чистоты никто не чист. Но разве Иов ищет оправдание себе, противопоставляя свою праведность праведности Бога? Конечно, нет. Он верит в то, что Бог правосуден, но и справедлив, ибо не бывает правосудия без справедливости. Правосудие без справедливости – это искажение суда, а суд – это дело Божие. И он готов встать на суд Божий. Иов – другой человек, чем нежели его друзья думают о нем. И далее друг Иова читает ему длинную лекцию о плачевном состоянии нечестивцев, которых ожесточили их собственные сердца против Бога и для которых приготовлены суды. 17 по 35 стих. И мы читаем. друг Иова продолжает свою речь. «Я буду говорить тебе, слушай меня». Здесь мы видим его такой тон человека, который уверен в себе. «Я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые, не скрывали слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля и среди которых чужой не ходил, нечестивый мучит себя во все дни свои и число лет закрыто от притеснителя, звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель, он не надеется спастись от тьмы, видит перед собой меч, он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов в руках у него день тьмы». Здесь друг Иова в общем-то делает справедливое сопоставление с тем, как живут праведные и как живут нечестивые. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю, устремлялся против него с гордой выью под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком лядвии свои. и он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не пребудет он богатым и не уцелеет имущество его и не распрострется по земле приобретения его. Здесь друг Иова показывает весь ужас человека, который гоним богом. Он живет в упустевших домах, как будто после какой-то ядерной войны, нигде нет жизни, впереди смерть, действительно убивший человека рукою своею, всегда видит руку занесенную над ним самим, как Каин после убийства Авеля он не мог найти для себя место вдохновения. Ему казалось, что не только люди, но и звери бросаются на него и преследуют его, и сама стихия природы восстает против него. 30 стих и ниже. Не уйдет от тьмы, отрасли его иссушат пламя и дуновением уст своих увлечет его, то есть потомство его погибнет, отрасли от него не будет, как дуновением уст чьих-то увлечет его кара, пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему. Иногда человеку кажется, что все в мире суета, и может быть никто и не припомнит ему его преступлений, но это не так. Можно укрыться от человеческого правосудия, но невозможно это сделать по отношению к правосудию Божию. Не в свой день он скончается, что значит не в свой день, преждевременно, и ветви его не будут зеленеть, его дети погибнут в нищете, сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой, так опустеет дом нечестивого, то есть нет продолжения его жизни в его потомках, и огонь пожрет шатры, мздоимства, если он что-то и приобрел своими преступлениями, все это погибнет. Он зачал зло и родил ложь, и у тробы его приготовляет обман. Зло всегда вернется к тому, кто его совершил. Даже праведный Авраам, когда он участвовал в военном действии, стремясь спасти своего племянника Лота, он испугался, ведь он мог во время этого действия убить праведных и религиозных людей, тем более, что сражение было в темноте. В толковой православной Библии говорится метафорическое резюме предшествующей речи грех всегда и неизбежно сопровождается несчастье. И здесь предлагаются отсылки Иов 4,8 Псалом 7 с 15 по 17 стих Пророк Исаия 59 4 Древний христианский экзегет Филипп священник пишет, комментируя 35 стих где сказано «Он зачал зло и родил ложь и утробы его приготовляет обман» такими речами Элифас показывает праведного Иова похитителем и лицемером скрывающим свою жестокость. Он подобно этому говорил и в первый раз когда сравнил его со львом львицей и детьми львицы и тигра мы же должны верить Богу который в похвалах Иову не назвал его обманщиком но объявил невинным и простодушным конец цитаты то есть отцы братья и сестры последнее слово все-таки остается за Богом и слава Богу что это так подписывайтесь на библейский портал экзегет чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя и берегите себя